Этот тополь на улице Некрасова давно уже стал аварийным. Ветки во время ураганного ветра часто били стекла на фабрике игрушек. И вот, наконец, благодаря депутатским средствам из наказов избирателей, спиливают не только аварийное дерево, но и дикую поросль, утонувшую в мусоре. Здесь очень опасно. Дети с наших улиц ходят во вторую школу, вот туда, в этом направлении. Они как раз идут здесь. Собаки, бомжи и никакой эстетики. Хоть и окраина города, но мы тоже хотим жить красиво. Средства на снос и кронирование деревьев в бюджете города закладывают ежегодно. В этом году предусмотрена сумма в размере одного миллиона рублей. Кроме этого, депутаты городской думы совместно с председателем МИТОСов рассматривают заявки на дополнительное финансирование на эти работы. Так, в частности, в этом году, в 2019-м, был выделен дополнительно миллион рублей. Это порядка 10 заявок. Работы по сносу и кронированию зеленых насаждений традиционно начинают в декабре, когда у зеленых насаждений заканчивается сокодвижение. Даже если дерево представляет опасность для прохожих, его снос необходимо согласовать с городским комитетом по экологии. Вне зависимости от того, на какой территории оно располагается. Для проведения кронирования разрешений не требуется. Снос и кронирование комитет по экологии проводят на территориях общего пользования. Поскольку, в соответствии с правилами благоустройства, если граждане организации и управляющие компании хотят организовать данные мероприятия на отведенных, то есть в преддомовых территориях, необходимо это осуществлять своими силами путем заключения соответствующих договоров. В этом году в администрацию поступило порядка 30 заявок на снос и кронирование. Все они будут выполнены. После проведения работ порубочные остатки вывезут и утилизируют. Мария Смирнова, Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.